У меня было много замечательных опытов служения в Советском Союзе. И у меня остались добрые впечатления, воспоминания о том, как мой дорогой друг Кривочек Петр стоял рядом со мной в Плеханово, и в Олимпийском дворце, и в Кремлевском дворце. И наши встречи, программа в Украине. Конечно же мы помним эти встречи. Я очень рад, что могу вместе быть. Хочу поговорить с вами о нашей духовности в служении, в руководстве. Мы попробуем открыть экран для всех. Среди руководства нашей Церкви великая нужда глубокой духовности. Перед тем, как Христос придет во второй раз, Церковь столкнется с большим кризисом. И чтобы пройти успешно через этот кризис, нам надо глубокая духовная жизнь с Богом. Как-то я прочитал историю о маленьком мальчике. Родители этого мальчика никогда не приводили его в Церковь. Он вырос в семье, где родители не молились. Но как-то на Пасху они сказали, давайте приведем нашего мальчика один раз в Церковь. И так на Пасху они привели его в Церковь. Когда же он пришел домой после Церкви, он помолился вот этой молитвой. Господи, дорогой Господь, мы хорошо провели время в Церкви сегодня. Я слышал пение, молитвы, проповедь. Как бы мне хотелось, Господи, чтобы ты тоже там побывал. Подумайте об этой молитве мальчика. Он был в Церкви. И он говорит, Господи, как бы мне хотелось, чтобы ты тоже там был. Если Господь не проявляет себя в наших богослужениях через Святой Дух, значит наши богослужения не имеют никакой ценности. Я вспоминаю стихи, которые, или слова, которые записаны пророком Иеремии в 14 главе 3-4 стих. Иеремия 14 глава стихи 3-4. Посылает знать городская слуг своих за водой. Те идут колодцам, но воды не находят. И обратно возвращаются с пустыми сосудами. В замешательстве и стыде покрывают головы. Иеремия говорит, что ходили слуги за водой, но возвращались без воды. И стих 4-й. Вся земля растреслась. Господь сегодня обращается к служителям адвентистской церкви и говорит, что река живой воды предоставлена нам для того, чтобы мы несли эту воду и поили землю, чтобы она не растрескалась. But Jeremiah gives us this encouragement. Но Иеремия дает нам при этом и ободрение. В 3-й главе стихе 15-м. Он говорит, и дам вам пастырей, что по сердцу мне, и будут пасти вас мудро и здраво. Во всех странах евро-азиатского дивизиона, Господь желает, чтобы наши пастыри несли эту мудрость и здравое учение. И это может произойти только, если Дух Святой наполняет наши сердца. Проповедь – это когда Божье учение проистекает наши переполненные жизни. То влияние, которое мы оказываем через наше служение, есть результат того влияния, которое Бог оказал на нашу жизнь. Когда мы готовимся проповедовать, Господь готовит проповедующего. Университет Дюк, богословский факультет, провел исследование. Поскольку озабоченность недостатком духовности в американских церквах была очевидна. И вот что они обнаружили. Средний американский пастор проводит примерно 4 часа в неделю или 35 минут в день, читая духовные материалы, духовную литературу. И очень часто они духовно опустошены. Чак Свиндол – популярный, известный американский автор. Он написал книгу «Близость с Богом». В предисловии к этой книге он делится своими мыслями о том, как он встречался с пасторами. И какой-то один из пасторов подошел к нему и спросил «Пастор, можем мы поговорить с вами один на один?» И вот что ответил пастор. Пастор Свиндол. Пастор Свиндол. Мой бак духовности опустел. Я устал. Я истощен. Я нахожусь в постоянном состоянии напряжения, волнения. Меня наполняет стресс. Я чувствую, что мой двигатель работает лишь на парах. Может быть, вы тоже когда-то себя так чувствовали? Может быть, вы тоже почувствовали когда-то свою пустоту, когда выходили за кафедру? Может быть, вы тоже почувствовали, что у вас так мало есть чем поделиться? Может быть, вы тоже почувствовали себя уставшим, изможденным, истощенным, напряженным и в стрессе? Есть ответ. Мы можем выходить за кафедру, исполненные милости и силы Божьей. Исследование было проведено среди служителей Пресвятерианской Церкви. 78% из них испытывали стресс на работе по крайней мере раз или два раза в неделю. 40% этих пресвятерианских служителей испытывали полное истощение, или они настолько истощили свой резерв духовный. Какой же ответ на все это? Джордж Барна из Барна исследовательской группы провел исследование. И вот что он обнаружил. Когда он посмотрел и исследовал церкви. Это исследование включало и пасторов, и также прихожан. Он обнаружил, что 8 из 10 верующих не почувствовали, что они вошли в присутствие Божие или испытали единение с ним во время богослужения. Как же нам изменить все это? Как нам выйти за капитру, чувствуя, что мы переполнены силой Божией и Словом Божьим, чтобы благословить присутствующим? Сократ как-то сказал. Пусть тот, кто движет миром, прежде двинет себя. Леонард Рейвенхилл, тот, который проповедовал духовное пробуждение, сказал. Прежде чем человек сможет подняться на тот уровень, чтобы потрясти этот мир. То в душе этого человека должны пробудиться великие истины, которые его потрясут. Когда мы движемы Духом Божьим. Когда Слово Божье сердца наши наполняет. Когда мы молимся о тех истинах, которыми нам надо поделиться. То великие истины потрясут наши сердца. И мы не сможем удерживать себя от того, чтобы как можно больше не делиться этим. До тех пор, пока в нас не будет то, что выше нас, мы будем подобны тому, что вокруг нас. В служении должен присутствовать божественный элемент. Когда мы, как служители, проповедники, входим в само присутствие Божие. И мы идем в этом служении. Исполненный Духом. Е. М. Баунс, который написал замечательную духовную книгу, говорит. Мы делаем акцент на приготовлении проповеди. И при этом можем утратить или потерять самое главное. Это приготовление нашего сердца. Приготовленное сердце намного лучше, чем приготовленная проповедь. Е. М. Баунс не принижал значение приготовления проповеди. Он же говорит, напротив, что до тех пор, пока истина эта настолько не переполнит наше сердце, чтобы она переливалась через край, мы не сможем донести эту истину до сознания наших прихожан. Александр Уайт, известный проповедник, говорит. Собрание или прихожане, члены церкви ожидают преобразование через вас после того, как Бог преобразовал вас. Поэтому в нашем приготовлении, в эти тихие моменты работы над проповедью, когда мы молимся над Священным Писанием, Дух Божий совершает работу в нашем сердце. Дух Божий формирует мысли наши. Дух Божий укрепляет веру нашу. Дух Божий дает нам весть, которую мы должны донести до людей. И если было когда-то время в евро-азиатском дивизионе, то сейчас именно то время, когда мы должны нести весть, которая сможет ободрить и укрепить веру прихожан наших церквей. Сила воскресения может преобразить нас как проповедников. Мне нравится, как апостол Павел выражает эту мысль в Послании к Ефесянам 3 главе стихе 16. Где он говорит, я прошу его, чтобы он по богатству своих совершенств наделил вас через духа своего внутренней силой и твердостью. Внутренней силой и твердостью. Каждый раз когда я выхожу за кафедру, я молюсь о том, чтобы испытать это желание, эту твердость принести нашим собратьям и членам церкви внутреннюю силу и твердость Божью. Вокруг нас может царить хаос. Конфликт on every hand. Мы можем видеть борьбу и конфликты со всех сторон. Мы можем видеть напряжение и смущение. Но мы с вами люди Божьи. Для того, чтобы поднять наш народ выше всей этой борьбы и смущения. Для того, чтобы нам наполнить их внутренней силой и твердостью. Как же в практическом нашем служении все это может осуществляться? Я хотел бы подчеркнуть три этапа, три шага. Молитва. Изучение Библии. И духовное размышление. Давайте посмотрим на молитвенную жизнь Иисуса. И спросим себя, как мы можем обогатить нашу духовную жизнь, чтобы приготовиться к той борьбе, которая ожидает нас впереди. В духовной молитвенной жизни Христа были три момента, которые имеют глубокое значение для нас. У Христа было время для молитвы. У Христа было место для молитвы. И у Христа был метод молитвы. У Марка в первой главе есть довольно продолжительное или обширное описание молитвенной жизни Христа. И мы находим это описание в тридцать пятом тексте этой первой главы. Утром, встав задолго до рассвета, Иисус ушел из того дома, удалился в пустынное место и там молился. Обратите внимание на этот текст. У Христа было время для молитвы. И Евангелист Лука тоже об этом говорит. В пятой главе 16 стихе. Где мы читаем о том, что он также тоже удалялся в пустыню для того, чтобы молиться. Р. А. Тори, great evangelist, puts it this way. Р. А. Тори, известный евангелист, так передает это. Р. Мы слишком загружены работой, чтобы найти время для молитвы. И поэтому мы слишком загружены, чтобы получить силу. Р. У нас много деятельности, но мы мало чего достигаем. Р. У нас много проходит богослужение, но очень мало изменения жизни. Р. Много механизмов, но мало результатов. Р. У вас есть время для молитвы? Р. Позвольте мне поделиться с вами моей молитвенной жизнью. Р. И конечно же, каждое утро, прежде чем встать, я молюсь, молюсь и молюсь. Р. Прежде чем начать взаимодействие с другими людьми вокруг меня, я начинаю общение с Богом. Р. Но во время моего служения у меня были трудности. Р. Теперь я уже практически 55 лет в служении. Р. Мне почти 77 лет. Р. И я провел всю свою жизнь в служении проповеди Евангелия. Р. Проповедовал в огромнейших аудиториях мира. Р. И в этом были трудности. Р. Очень часто наши программы не заканчивались до 9 вечера. Р. И когда я возвращался домой, было уже 10, 10.30. Р. И поэтому, будучи евангелистом, даже не по своему выбору, я возвращался домой часто очень поздно. Р. Вставать рано утром мне было трудно. Р. И поэтому прежде чем встать, я всегда уделял время для изучения Слова. Р. И вы знаете, в течение 14 лет я был с программой «Так говорит Библия» — «It is written». Р. Поэтому когда я приходил в кабинет, я говорил с секретарию. Р. Поэтому я говорил с секретарию с десяти до одиннадцати, пожалуйста, никаких телефонных звонков, мне надо провести время с Богом. Р. Вот что я хочу подчеркнуть. Р. Дополнение к вашему духовному общению с Богом утром и вашей молитве. Р. Постарайтесь найти время, когда вы можете быть один на один с Богом. Р. Найти время, когда вы можете открыть Его Слово, чтобы Бог сам говорил вам. Р. У Иисуса было особое выделенное время для молитв. Р. Время один на один с Богом. Р. В Свидетельствах, том 6, страница 47-я, Елена Вайт говорит. Р. Мы не должны пренебрегать общением с Богом через молитву и изучение Его Слова, потому что в этом источник Его силы. Р. И, обращаясь к служителям, она говорит, никакая церковная работа не должна быть выше этого. Р. Таким образом, Дух Пророчества подчеркивает превосходство духовной жизни и общения с Богом над нашей церковной деятельностью. Р. Она продолжает в ревьюинг Геральд за 8 августа 1878 года. Р. Тот служитель, который молится, у которого есть живая вера, проявит и такие же результаты в своей работе. Р. И замечательные, большие результаты проявятся в его служении, несмотря на обобщенные препятствия, которые ставит ему и земля, и сам ад. Р. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на последнюю фразу Елены Вайт. Р. Вы можете часто испытывать, что объединенные усилия Земли и огней Адры, Р. Ставят эти преграды на вашем пути. Р. Проблемы в местной церкви. Р. Проблемы в обществе. Р. Но Бог наш выше всего этого. Р. Наш Бог больше всего этого. Р. Когда мы ищем Его присутствие в молитве. Р. Амидс crisis и конфликт и обстакалов, мы получим хорошие результаты. Р. И даже среди всех проблем и борьбы мы получим Его силу. Р. Джон Буньян, который написал известную книгу «Путешествия Пилигрима», пишет. Р. Вы можете совершить гораздо больше, чем молитва после того, как вы помолились, Р. Но вы не сможете сделать больше, чем молитва, до тех пор, пока вы не помолились. Р. У Христа было особое время для молитвы. Р. Ничто не могло прервать это время. Р. У Христа было и особое место для молитвы. Р. Где сказано, что Христос уходил в пустынное место для молитвы. Р. Христос часто отправлялся в Гефсиманский сад для молитвы. Р. У Христа было и особое место для молитвы. Р. У вас есть это особое место для молитвы. Р. То место, где вы и Христос встречаетесь. Р. Супруга моя, я жил недалеко от леса. Р. И мне так хотелось как можно чаще уйти в этот лес и ходить по этим тропинкам, Р. У вас в доме, может быть, это ваше особое любимое место для молитвы. Р. Когда я еще был мальчиком, я не был адвентистом седьмого дня. Р. Мой отец стал адвентистом. Р. Мне было семнадцать лет. Р. Меня очень интересовал спорт. Р. Я играл в пятницу вечером в баскетбол, в субботу. У меня не было никакой разницы, потому что я не был адвентистом седьмого дня. Р. И даже до сегодняшнего дня я помню. Р. Я приходил домой поздно, поздно в пятницу вечером. Р. Включал поздно вечером часов в одиннадцать телевизор и смотрел. Р. Но при этом я смотрел на приоткрытую дверь в другой комнате. Р. И я видел свет, который оттуда просачивался. Р. И видел, как мой отец стоял преклоненный возле старого-старого креста. Р. Я видел, что двигались его губы. Р. И он говорил, дорогой Иисус, благослови моего сына. Р. Он замечательный парень, но он не знает, что ты можешь изменить его жизнь. Р. Я с вами сегодня в результате молитв моего отца. Р. Он уже ушел из жизни, но его влияние продолжает проявляться. Р. У него было особое время для молитвы. Р. У него было особое место для молитвы. Р. Он был духовным человеком, движимый Богом. Р. Он был пресс-фитером в церкви. Р. Но вернемся к Христу. Р. У Христа был и особый метод молитвы. Р. Он часто молился вслух. Р. Мы, конечно, можем молиться в сознании своем в любое время. Р. Когда вы молитесь же вслух, то сознание ваше задействует речь вашу. Р. И в Евангелии от Луки 11 главе, первом стихе, Иисус молится вслух. Р. И мы видим в саду Едемском, Матфея 26 глава, Христос тоже молится вслух. Р. И когда смотрим в Евреям, пятой главе, седьмой стихе, Иисус тоже молится вслух. Р. Где сказано, что Он молился со слезами вслух. Р. Я как-то раз говорил об этом, и одна из женщин сказала, я не хочу молиться вслух. Р. А я спросил ее, почему, сестра? Р. О, пастор, the devil can't read your thoughts, but if I pray out loud, he's going to know what I'm thinking. Р. Потому что она говорит, дьявол не может наши мысли знать или читать, но если я буду вслух молиться, он узнает, что у меня на сердце. Р. Я ей сказал, сестра моя дорогая. Р. Когда ты молишься вслух, Р. Дьявол точно не хочет быть рядом с тобой, потому что он знает, что он ангелы Божии. Р. Это как раз то место, где он не хочет быть. Р. Вот четыре изменяющие жизнь молитвенных принципов. Р. Первый. Р. Уделите особое время каждый день для общения с Богом один на один. Р. Потому что в это время дух проникает во внутренность души нашей. Р. Дух проникает в мысли наши. Р. Потому что дух очищает наши сердца и наполняет силой для духовной жизни. Р. Во-вторых, читайте священное писание молитвенно или с молитвой, чтобы позволить Святому Духу оказать влияние на ваше сознание. Р. Есть проблема в молитве. Вот такая. Р. Когда я общаюсь с вами, я вижу вас. Р. Вы видите меня и отвечаете мне. Р. Как же обстоит это дело в молитве? Р. Мы не видим Бога лицом к лицу. Р. Но говорит ли Бог к нам? Р. Бог обращается к нам через Слово Своё. Р. Если вы хотите, чтобы ваша духовная, молитвенная жизнь была богатой, Р. Используйте Священное Писание как источник тем для молитвы. Р. Например, возьмите лишь один Псалом и молитесь, читая эти Псалмы. Р. Потому что тема каждого отдельного Псалма помогает нам увидеть, что Бог наш защит, Бог наш Царь, Бог с нами присутствует. Р. Позвольте дать вам пример молитвы через Псалмы. Р. Мы используем Псалом 60, в английской Библии 63. Р. Мои глубокие духовные переживания связаны с чтением Псалмов во время моей молитвы. Р. Вот дам вам пример этого. Р. На коленях. Когда Священное Писание, Библия была открыта передо мной, Р. Я говорил, Господи, обратись ко мне через Книгу Твою. Р. Я начинал читать этот Псалом, к примеру. Р. И я говорил это в русском 62-й Псалом. Р. Боже, Ты Бог мой. Р. И в этом 62-м Псалме я останавливался после первой строчки и говорил, Ты, Господи, не просто Бог космоса и Вселенной, Ты мой Бог. Р. От самой зари Тебя я ищу. Р. Ты будешь первой в жизни моей. Р. Тебя душа моя жаждет. Р. Господи, дай мне эту жажду духовную о Тебе. Р. И потом я переходил к следующему стиху. Р. С такой жаждой смотрел, это третий стих, с такой жаждой смотрел я на Тебя во святилище, видя могущество, Твою славу Твою. Р. Господи, говорил я, на земле идет борьба. Р. На земле я вижу конфликты. Р. На земле я вижу смущение народа. Р. Но душа моя поднимается ввысь для того, чтобы увидеть во святилище могущества Твою и славу Твою. Р. На коленях. Р. С открытой книгой, священным писанием. Р. Пусть душа ваша наполнится могуществом и славою Божьей. Р. И именно в эти тихие минуты, моменты, мы обретаем силу. Р. И именно в эти тихие минуты, моменты, мы обретаем силу вести наш народ. Р. Мне нравится, как Елена Вайт выражает эту мысль. Р. Возьмите Библию. Р. И на коленях молите Бога просветить сознание ваше. Р. Если мы бы изучали священное писание старательно, молитвенно, каждый день, мы увидим новые истины каждый день, увидим эти истины в новом, ясном и сильном, сильном свете. Р. Изучение Библии и молитва укрепляет наши сердца. Р. Библия и молитва дают нам это просвещение. Р. Когда народ наш, члены церкви, исполнены страха, мы исполнены уверенности в Боге. Р. Когда наш народ смущен, мы несем им мир и утешение, которое так нужно. И когда народ наш исполнен страх о будущем, мы несем им вещь, что Бог все еще управляет этим миром и проповедуем второе пришествие Христа. И когда наш народ испытывает напряжение душевное, мы говорим им о мире, который превосходит сознание наше. Во Христе, через Христа, посредством Христа мы остаемся спокойны в бури. Мы наполнили себя духовной силою через изучение слова и молитвы. Молитесь священным писанием, через священное писание, чтобы исполниться этой силой. Молитесь читая псалмы. В священном писании есть шесть глав о смерти Христа. Псалом 21, Исайя 53, Матфея 27, Марка 15, Луки 23, Иоанна 19. Если вы хотите богатый духовный опыт, возьмите эти шесть глав. Не торопитесь, читая их. Читайте размышляя, вникая, рассуждая. You may get through only a few verses a day. Может быть, только успейте прочитать несколько текстов в день. Contemplate the life and death of Christ. Размышляйте о жизни и смерти Христа. Absorb His love. Кремите в себя Его любовь. Redeemed by His grace. Искупленный милостью Его. Charmed by His love. Восхищенный любовью Его. Marveling in His grace. Изумляясь милостью Его. Your heart will be made anew. Сердце ваше испытает обновление. These six chapters on a contemplative study of Christ's life are life transformation. Эти главы преобразуют жизнь нашу, эти шесть глав. Spending time with God, we can minister to our people. И когда мы сами проводим время с Богом, мы сможем и накормить духовный народ наш. Lastly, learn to pray out loud. И последнее, учитесь молиться вслух. Jesus prayed aloud. Иисус молился вслух. In Gethsemane. В Гефсиманском саду. He prayed aloud at the Lord's prayer. Молился вслух молитвой Отче наш. He prayed aloud with strong crying and tears. Он молился вслух с духом и слезами. Ellen White in the book Our High Calling page 130 says this. В книге «Наше высокое призвание» Елена Вайт говорит на странице 130. Learn to pray aloud where only God can hear you. Учитесь молиться вслух там, где только Бог может услышать вас. Learn to pray aloud. Учитесь молиться вслух. Where only God can hear you. Только там, где только Бог может услышать вас. И когда мы молимся вслух. The angels of heaven descend to beat back the forces of hell. То ангелы небесные нисходят на нас для того, чтобы отогнать силы зла. At the sound of fervent prayer, volume 1, page 346. Satan's whole host trembles. В свидетельствах, первый том, страница 346, мы читаем при звуке ревностной молитвы все силы сатанинские трепещут. Satan fears more than anything else that the church will enter into a deep spiritual revival and that the spirit of prayer would actuate our churches. I love this statement, Selected Messages, volume 2, page 377. Избранные вести, том 2, страница 377. Люблю эти слова. Ангелы служащие ожидают у трона Божьего, чтобы немедленно повиноваться распоряжению Иисуса Христа, чтобы ответить на каждую молитву, вознесенную в живой вере. As we pray. Когда мы молимся. Our prayers ascend to the most holy place of heaven's sanctuary. Наши молитвы поднимаются во святое святых святилище. Angels are around the throne of God. Ангелы стоят вокруг престола Божьего. To instantly obey the mandate of Jesus Christ. Для того, чтобы немедленно исполнить распоряжение Христа. In answer to every prayer offered in living faith. Для того, чтобы ответить на каждую молитву, вознесенную в живой вере. So the angels turn to Jesus and they say, Jesus, can I go? Jesus, can I go? And they come to earth to beat back the forces of hell. И они сюда направляются для того, чтобы отогнать все эти силы сатанинские. Filled with God's grace. Исполненные благодати Божьей. Charmed by God's love. Восхищенные любовью Божьей. With his spirit filling our lives. С духом наполняющим жизнь нашу. We too organize prayer groups. Мы начинаем организовывать небольшие или малые молитвенные группы. If there ever was a time. If there ever was a time. That ESD needed to pray, it is now. Когда была необходимость в молитве в евро-азиатском дивизионе, то это время сейчас. Hundreds, thousands of prayer groups through the division. Когда надо организовать сотни, тысячи молитвенных групп по всему дивизиону. Pastors filled with the spirit of God. Когда пасторы будут исполнены силою Духа Святого. Pastors filled with faith. Когда пасторы будут укреплены в вере. Pastors whose heart and mind is anchored in the sanctuary of heaven. Когда у пасторов будут сердца имеющие якорь в небесном святилище. Pastors giving their members confidence that God is still in control. Пасторы, которые будут нести ободрение и заверение своим членам, что Бог управляет этим миром. Pastors organizing prayer groups. Пасторы, которые будут создавать эти малые молитвенные группы. Tens of thousands of prayers ascend to heaven. Тысячи, десятки тысяч молитв будут подниматься к Богу. And Jesus dispenses the angels. И Христос отправляет своих ангелов. The forces of hell are defeated. И силы адские будут побеждены. The light of the gospel shines for. И свет евангельский воссияет. And every country of ESD. В каждой стране евро-азиатского дивизиона. Every city in ESD. В каждом городе дивизиона. Every town in ESD. В каждом поселке дивизиона. Every neighborhood. В каждом малом поселении. Is lightened with the glory of God. Там воссияет свет славы Божьей. And as John says. И как Иоанн говорит. I saw another angel coming down from heaven. И увидел я иного ангела, идущего с неба. Having great authority or great power. Имеющим великую силу. And the earth was lightened with his glory. И земля воссияла от славы Его. May it be so. Пусть исполнятся эти слова. In your city. В вашем городе. In your country. В вашей стране. Throughout ESD. По всему евро-азиатскому дивизиону. The earth lightened with the glory of God. Чтобы земля просияла от славы Божьей. Let us pray. Давайте помолимся. Oh my Father. Отец мой. Fill us with your Holy Spirit. Наполни нас Духом Твоим Святым. May we be saturated our minds with the word of God. Пусть Слово Твое наполнит каждую клеточку сознания нашего. May we be men and women of faith and not fear. May we be men and women of peace and not worry. May we be men and women of confidence and not doubt. May we be men and women of confidence and not doubt. And may we share with our people that Jesus Christ is coming again. Чтобы мы несли эту добрую вещь, что Христос грядет вновь. May the ESD be lightened with the glory of God. Чтобы евро-азиатский дивизион просиял от славы Твоей. We pray it in Jesus' name. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо, пастор Марк Финли, за ваши вдохновенные слова. Thank you so much, пастор Марк Финли, for your inspiring words. За ваш духовный опыт, который всегда нас вдохновляет. For your spiritual experience, which always inspires us. Спасибо большое. Подошло время вопросов и ответов. Евгений Владимирович, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Я тоже хотел бы поблагодарить пастора Марка Финли и Петра Михайловича за перевод. Вы очень удачно работаете вместе. Мы испытали огромное благословение. Я тоже хотел бы zombать пастор Марк Финли, и Петра вы делаете идею. И Петры решил вам что-то другалась. Петра, мотоцикла, будь Бог здорово, снова болотник. Петра, я тоже петра, пол fameа. Настроу части Рожа, идите! Постый v PEер!